Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день Павел Михно. И сегодня я, как всегда, спешу познакомить вас с занимательными фактами. Это программа Фрэш Новости, и мы начинаем! Сегодня на территории Гомельщины ожидается сплошная облачность. В отдельных районах пройдут дожди. Воздух прогреется до плюс 11 градусов. Ветер будет с северо-западного направления скоростью до 6 метров в секунду. Гипертонию могут спровоцировать абсолютно разные причины, начиная от малоподвижного образа жизни и лишнего веса, заканчивая разбитым режимом сна. Однако главную роль, по словам специалистов, играют спортивные нагрузки, которые позволяют снизить кровяное давление, а сердечная мышца начинает качать больше крови с меньшими усилиями. Поэтому необходимо в первую очередь выделять внимание аэробной активности. И сегодня наш фитнес-инструктор познакомит вас с очередным эффективным упражнением. Всем привет! Меня зовут Евгения, фитнес-инструктор фитнес-центра ВИП. И сегодня я вам расскажу о подвесном универсальном тренажёре, который называется Терри Икс. Очень известное на данный момент направление. И я покажу, как с ним сегодня работаю. Он представляет собой две стропы, две рукоятки, лямки для стоп. Он очень крепкий, он выдерживает до 160 килограмм. И на нём можно работать с женщинам, мужчинам, новичкам, людям с абсолютно нулевой даже подготовкой при грамотном инструктаже. Из чего он состоит? Он состоит из двух прекрасных стропов. Они очень сильные, он регулируется. Инструкторы на занятии обязательно вам показывают, как с ними работать. Вы работаете с ним самостоятельно. Поэтому вся ваша тренировка основывается на ваших также умениях. Вы разрабатываете моторику рук и получаете от этого сравненное удовольствие. В отличие от остальных тренажёров, допустим, гантелей, простых отжиманий от пола, этот тренажёр добавляет вам дестабилизацию. То есть он помогает включить баланс ваш мышц, внутренние мышцы кора, руки, ноги, бёдра. Всё абсолютно помогает вам включить. За счёт этого вы получаете стопроцентную тренировку мышц тела за счёт дестабилизации. Показываю вам упражнение, которое называется низкая тяга или low row, как на английском языке. Оно помогает проработать мышцы рук, спины, укрепить мышечный корсет, выпрямить вашу осанку. Оставляем петли на короткой длине. Это очень важно. Становимся под углом к точке крепления. Раскрываем плечи, опускаем их вниз. Лопатки обязательно сводим. Подтягиваем живот, держим хорошую планку. Опускаемся медленно, плечи никуда не уводим. И также медленно поднимаемся. Продолжаем в спокойном темпе. На вдохе опускаемся. На выдохе поднимаемся. Руки утягиваем под грудь. Не на неё, под неё, чтобы ваши плечи были раскрыты. Вдох, выдох, вдох, выдох. По возможности работаем для новичков по 30 секунд. Этого будет достаточно, чтобы вы хорошо прочувствовали мышцы спины. Сегодня Центральная городская библиотека имени Герцена приглашает горожан с 11 до 19 часов стать участниками юбилейных мероприятий, посвященных столетию со дня её официального открытия. В этот же день состоится торжественное подведение итогов фотоконкурса в кадре Герценка и открытие одноимённой выставки. С 11 по 13 апреля в Гомеле пройдёт 14-й международный конкурс «Ренессанс гитары», который соберёт в стена ГЦК любителей гитарного искусства из разных регионов Беларуси, а также Украины, России, Литвы, Латвии и Франции. Акция «Неделя леса» пройдёт в Гомеле с 13 по 21 апреля. Всех желающих приглашают принять в ней участие. В этом году добровольное мероприятие посвящено Году Малой Родины и 75-летию освобождения Беларуси. Поэтому особое внимание будет уделено знаковым местам, мемориальным комплексам, воинским захоронениям, расположенным в лесном фонде региона. Главная цель акции – привлечение широкого внимания общественности к проблемам лесного фонда. По вопросам участия можно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Специалисты определят место и вид работы, обеспечить необходимым инвентарём и посадочным материалом. Первое саженце в Гомельском парке семейных деревьев, которое разместится в районе озера Бурое болото, появится 19 апреля. Планируется, что при закладке парка высадят не менее 50 деревьев. В числе тех, кто примет участие в важном событии, будут и молодые семьи. Над концепцией «зелёной зоны» трудились студенты Белорусского государственного университета транспорта. В настоящее время благоустраиваются территории и озеро. Инициатива республиканского проекта «Парк семейных деревьев» принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодёжи. В Гомельском дворцово-парковом ансамбле проходит ряд мероприятий. Во дворце работает выставка – главный символ христианства в коллекции культовых предметов музея. Гости смогут увидеть древнерусские кресты-тельники, отличающиеся большим многообразием форм, кресты-энкалпионы, меднолитые старообрядческие, православную и католическую традицию. Среди экспонатов выставки особое место занимают каменные кресты, случайно обнаруженные во время экспедиции в Житковический район. Истории поступления в фонды музея будут сопровождать каждый экспонат, что даст представление о том, как шло формирование одного из наиболее значимых собраний, ценность которого определяется не только материальными, но и духовными критериями. Также в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей работает выставка «Гомельский парк». На ней представлена коллекция произведений, живописи и графики. Основное место занимают панорамные пейзажи Казаченко, Звеногродского, Казакевича, Егорова и Гайлевича, созданные во второй половине прошлого столетия. Любители живописи могут посетить выставку «Песня жаворонка» заслуженного деятеля искусств Беларуси Роберта Ландарского. В экспозиции гости смогут увидеть более 80 произведений автора. В основном это пейзажи, живописные места гомельской земли, малой родины художника. Отдельным блоком будут представлены сюжетные работы, раскрывающие тему Великой Отечественной войны. 44-я областная выставка охотничьих собак пройдет в Гомеле 27 апреля. Регистрация питомцев проходит по адресу улица Тельмана, 24, кабинет номер 15. Это делается в первую очередь для подготовки каталога выставки. Зарегистрироваться можно будет и непосредственно на мероприятии, которое пройдет на стадионе Гомсельмаш. Однако в таком случае собаки не смогут претендовать на жетоны и медали. Паркур-фестиваль среди детей и молодежи впервые пройдет в Гомеле. В программе шоу от учеников Академии паркура, прохождение полосы препятствий на скорость и выставка от партнеров. Участие примут трейсеры Гомеля, Минска, Могилева и Жлобина. Впрочем, все желающие могут попробовать свои силы в прохождении трассы. Фестиваль паркура пройдет 27 апреля во Дворце культуры «Фестивальный». Всем известно, что спортивные нагрузки отнимают очень много сил. По этой причине после занятий необходимо правильно восстановить энергию. Эксперты озвучили продукты, которые ни в коем случае нельзя есть сразу после спортивных тренировок. Как утверждают специалисты, процесс жиросжигания не получится запустить, если есть быстрые углеводы в виде макарон или выпечки. Также исключите соленую еду, а недостаток калия можно восполнить бананами. Кофе, какао и чаи обезвоживают и без того истощенный организм, поэтому с такими напитками стоит повременить. Сегодня разговор в программе «Добрый вечер, Гомель» пойдет на тему «Малой Родины». Включайте телеканал «Беларусь 4 Гомель» в 2025 и подключайтесь к эфиру «Телефон студии» 34 22 43. Также ищите нашу группу «Добрый вечер, Гомель» ВКонтакте и подключайтесь к нам в Альбер по телефону «Плюс» 375 33 34 22 430. Это были Фрэш новости. Для вас я готовил Павел Михно. И помните, доброе утро приносит добрый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова